СССР, приветствуйте Александр Ильцаренко! СССР, приветствуйте! СССР, приветствуйте! СССР, приветствуйте! Судьи у клетки Валерий Багин, Дмитрий Барышев и Алексей Комаров. Судья-крометрист Владимир Сорокин. И с ударом донга ваш рефери в клетке Андрей Ковалев. Итак, дамы и господа в трибунах, и миллионы фанатов боев во всем мире с арены баскетольного центра «Химки» в прямом эфире на телеканале «Россия 2 Росерекшн!» Представляю вам соперников и первым бойцам слева от меня! Ему 27 лет, рост 180 сантиметров, вес 113 килограммов. Его профессиональный рекорд 24 боя, 16 побед при 8 поражениях. Чемпион Брейв Эф-Си, чемпион Савери Эф-Си, чемпион ТОП ФАЙТ БРАЗИЛ! Дамы и господа, встречайте, по прозвищу дракон, шоссе на тригу, Калкер! А вот и его соперник справа от меня! Бойцу 31 год, рост 193 сантиметров, вес 120 килограммов. Профессиональный рекорд 28 боев, 22 победы и 6 поражений. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо. Чемпион Европы по боевому самбо. Экс-чемпион мира по версии Про-ФСи. Дамы и господа, приветствуйте из России Александр Емельяненко! Супер бой, которого ждали. Здесь по-другому ты не скажешь. Действительно, после Боба Сапа. Но хотя здесь Александр-то мне упрекнуть не в чем. Мы предложили выступать на промоушене. Он сказал, да уж. Вопрос подбора соперников. Он лично его себе подбирал. Так что ладно, оставим эту тему. Хотя, в общем, тот поединок... Бой, на который мы все собрались. Да, никаких эмоций больше уже и не вызывает. Гелки этот намного более серьезный соперник. Несмотря на 4 поражения к ряду до момента сегодняшнего. Но здесь Михаил, как раз я с вами согласен. Думаю, не в свой вес лазил. И там не пошло. Но все-таки тяж. Хорошо отбивает в партере неожиданные лоу-кики. По крайней мере, из того, что мы наблюдали. Быстрые руки. Но соревноваться с Сашей в ударной технике рук Александр-то даже зримо потяжелее. Пойдет ли бороться? Ну, посмотрим. Посмотрим. Вот как раз те самые лоу. Суеты довольно много пока в исполнении бразильца. Очень много лишних движений. Хотя он, в принципе, в такой манере и начинал примерно все свои поединки. Он всегда настолько быстро двигается, настолько много двигается. Без какой-то видимой причины. Я думаю, что Саша медленнее его. Саша мощнее. Достаточно. И при всем при этом очень быстро. Попускает ему ручку левую Саша. Хорошо. Молодец. Терпеливый. Терпеливый боец-бразилец. Конечно, все будет не очень просто, но уже сечка есть. Прекрасно работает. Вот как раз-таки то, о чем я говорил. Вот он, Саша очень долгое время работал с тем же тренером, с кем я работал, с Юрой Ивановичем. Сейчас к нему другой тренер по боксу прекрасно. И вот как он хорошо. Вот он все время вот за него. Надо, он делает шаг назад. А так он все время к нему. И дергает его, дергает. Все время вот прям вот раздергивает, раздергивает. И когда тот уже останавливается, он начинает бить. Прекрасно вообще. Видно, Саша в хорошей форме. И перемещаемся, и перемещаемся, и работаем. Вот он все время дергает его. Попал, жестко попал. Попал, попал. Молодец. Саша, надо при всем при этом быть очень собранным. И очень внимательно. В гилке, в принципе, таких досрочных поражений, когда он падал, честно говоря, не припомню. Еще джеб у Саши какой, а? Хочешь. Он и был. Был, да. Всегда джеб и левый сбоку, он очень хорошо бьет. Хорошо, вот он так, он нагнетает прям. Нагнетает, нагнетает, нагнетает. Ну, 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 ну. Бразильский пытается пока идти бороться. Крепкая голова. Много на себя уже напринимал, и дальше пошли по кругу аккуратненько. Понятно, что сейчас вот эти передвижения уже, да. По голове видно все круг. Сечка там. И не предлагает даже бороться. Вот это, кстати, странно. Он же их соперников, в принципе, затаскивал портал. Очень хорошо. Раз-два. Причем, когда бьет, при этом смещается. Саша чуть-чуть в сторону уходит. Хороша. С линии атаки попал. Охо попал. Хорошо. С линии атаки чуть-чуть в сторону уходит. И тем самым тот не может ничего сделать. Он не видит его. Как он заходит. А, хорошо. И вот ты сразу сделал шаг в сторону, Саша. Когда он на него пошел. Здесь, кстати, видна работа уже. Сразу. Прекрасно. Серьезнейшая работа. Раз-шаг назад, и опять к нему с атакой. Классика вообще. Ну вот. Первая попытка побороться. Первая попытка побороться, конечно, больше уже от безысходности. Молодец. И сразу. Вот как он зашел в сторону хорошо. Саша, мне кажется, провел очень хороший сбор с боксерами. Да, как хорошо у него быстро летят руки, легко летят. И как он хорошо подбирает дистанцию. Как он подбирает. Представляете, на лицо вот. На лицо это что? И за соперник избит. Вообще. Избит в первом раунде. Причем серьезнейшим образом. Там очень сильная гематома. Очень сильная. И вот он как он зашел. И прямо таким взрывом. То есть раздергиванием. Как он его заставляет напрягаться соперника. Вот посмотрите. Он прям весь сколанный стоит. От этого он столько сил тратит. Кассаж он бьет уже выборочно. Вот. Ты ушел. Сделал шаг назад. Ой. Бомши. Присел. Прекрасно. Молодец. Молодец. Поздравляю. Сая. Хорошая трудовая победа. Действительно хорошая. Действительно трудовая. Просаяц. Никаких больше здесь вопросов. Какие тут могут быть слова. Слабый соперник или плохой. Прекрасный бой. Мне кажется, что Саша был в великолепной форме. Прибавил. Да. Прибавил. Прибавил довольно здорово. И видна работа. Виден сбор, на которой он посидел. Знаете, с опаской сейчас на нее посмотрел Дмитрий Зеброски. Пройдя мимо. Александр, а что вы мне вот с этим потом биться? Саник. Поздравляю. Молодец. Молодец. Красавец. Поздравляю. Вот поздравление прямо здесь. Рядышком через комментаторскую позицию. Я не приглашал. Давай. Здравствуйте. Дмитрий Александрович. Дмитрий Александрович. Спорта. Алексей Леворобьев. А также глава городского фонда. Ну, сейчас объявление победителя бразильцу. Александр здесь делать ничего не дал. Причем по качеству этот бой напомнил Сашу в Лиге Фрайде. Где-то вот Саши, где-то было рядышком. Хорошая, гнетная работа. Молодец. Поздравляю Саню. Очень я порадовался. Очень переживал за него. Потому что очень хорошо его знаю. И искренне рад за него. Поздравляю с победой. Молодец. Александра поздравляем с победой. И на этом проекте 49-й потихонечку подходит к концу. На этом наша трансляция сегодня подошла к концу. Спасибо большое организаторам за замечательный турнир. Спасибо гостеприимным пинтам за организацию этого турнира. Редиктор трансляции Денис Шеленин, редактор Сергей Белокуров. И ваших комментаторов Дмитрий Борцов. И благодарю Михаила Малютина, нашего известного российского бойца, за то, что любезно согласился провести это кричок на нашей комментаторской позиции. До свидания, дорогие друзья. Занимайтесь спортом. Всего хорошего. До свидания. Будьте здоровы. Дорогие господа, наш вечер подошел к концу. Мы не прощаемся с вами. Говорим вам до свидания. И приглашаем вас на юбилейный 50-й турнир Pro FC, который состоится в Ростове-на-Дону 25 августа. Итак, вас ждут финалы за пояса чемпионов Крам-при в легком и полусреднем весах. Также в финальной поединке в среднем и полутяжемом весе состоится долгожданный титульный бой за титул чемпиона мира по версии Pro FC в легком весе. Дамы и господа, вас ждут бои Веслана Исаева, Миланы Дудеевой и других звезд смешанных.